В 20 раз меньше желающих. Катастрофически сократилось за 10 лет число получателей профессии водителя автобуса в Казахстане. Из-за этого автопарки испытывают кадровый голод, а пассажиры порой не могут дождаться общественный транспорт. В профильном министерстве вновь озаботились вопросом и предложили ряд нововведений. Ирина Вобещевич узнавала, как дело обстоит в Караганде. Градоначальник Мирам Кожухов устроил в середине декабря разнос одному из руководителей автопарка после частых жалоб населения. Тема все та же – нехватка транспорта на линии. На улице минус 25, минус 27 люди стоят в сторону Пришахтинского, уехать не могут. На сегодняшний день по Караганде по семи перевозчикам нехватка водителей составляет более 120 человек. А это примерно 25%. И это при том, что с проблемой усиленно борются в последние годы. Если раньше на линии было 330 автобусов, то сегодня показатель достиг 420. И тем не менее, проблемы не уходят. По словам Тимирлана Талдыбаева, в профильном министерстве они подняли вопрос по смягчению требований на получение прав на вождение пассажирских автобусов. А именно, снизить возраст с 25 лет до 23. А требования по наличию стажа для категории Д1 – с 3 лет до 1 года. Минтранспорта Марат Карабаев ответил, что в прошлом году эти вопросы уже поднимались в нескольких регионах. Но депутаты Мажелиса тогда не поддержали министерство. И теперь вопрос опять активно обсуждается на местах и вновь будет поднят перед депутатами. Дело в том, что по данным министра, до 2014 года на категорию Д на протяжении 3 лет учились по 84 тысячи человек. А после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тысяч человек. Это катастрофически мало. В 2014 году был указ президента, который объявляет ужесточение ответственности водителей за нарушение правил движения на дороге. Мы видим итог за 10 лет. Аварийность растет, людей наказывают. Наверное, причина в другом. И я вижу ту проблему, которая сложилась в подготовке профессиональных водителей. Мы ужесточаем условия сдачи экзамена, законодатель это утверждает. Поскольку мы хотим, чтобы водитель был профессионал. Но, тем не менее, сейчас мы видим итог. Профессия стала непочетной. О том, что профессия утратила давно почет, говорит инструктор по вождению. По его мнению, появился ненужный формализм при получении категории. Из-за этого на водителя автобусов не хотят идти учиться. Водитель при получении категории D, он должен иметь стаж определенной вождения. И водитель при получении этого, при сдаче экзамена впервые на категорию D, он должен подтвердить этот стаж вождения определенной справкой. Поэтому люди начинают придумывать эти справки, ходить. Как мне видится, мне видится, что немного упростить, вернуться к советскому методу, который предполагал категорию A, B, C, D, E. Ведь на сегодняшний день, чтобы получить категорию D, водителю необходимо отучиться, полагаю, так, несколько раз. И должно пройти 6-7 лет. Процесс обучения водителей, по мнению преподавателя, должен проходить на самих предприятиях-перевозчиках, где есть необходимая база и институт наставничества. У них есть, в частности, я беру по примеру наших предприятий, я посещал их, видел, есть специальные тренажеры, автобусы. То есть это очень удобно. И они бы готовили этих водителей, и в этом смысле бы несли ответственность. То есть они были бы, скажем, были бы заинтересованы в качестве подготовки именно своих водителей. Сейчас, чтобы управлять пассажирским автобусом, нужен стаж не менее 5 лет. Три из которых с категорией D1, а это микроавтобусы до 16 мест. К сожалению, сегодня на рынке труда практически отсутствует данная вакансия. В Министерстве транспорта надеются, что в первом полугодии нововведение одобрят в Можилисе, и к августу вопрос решится.